Здарова, это Шамшурин, как ты уже успел понять, видос будет долгий и как бы предыстория следующая, во-первых я болею, да, то есть уже несколько дней я сильно простыл и короче история такая, что я решил сделать задание, у меня тут появилось немножко времени свободного я решил сделать такое задание, которое очень давно не делал, которое звучит следующим образом что ты будешь делать, если тебе остался жить год, ну, образно говоря и я выполнил это задание, то есть оно выполняется следующим образом есть такая практика интересная что ты будешь делать, если тебе остался жить год ты берешь и пишешь быстренько все, что ты, что бы ты стал делать, если бы понял, что тебе остался жить год следующая ты пишешь чтобы тебе чтобы ты начал делать мне стал делать если бы ты тебя стал жить месяц потом ты пишешь чтобы ты сделаешь им тебе а стал жить неделю и следующая кульминация ты пишешь чтобы ты сделал себя бы тебяimate один день вот и сделаю короче давно такого не писал и там наряду с многими другими вещами получилась такая хрень что я почему-то везде в каждом из этих пунктов и в год и месяц и неделю написал то что я бы хотел снять какое-то прощальное видео на youtube ну или такой финальная или просто чем-то поделиться такое откровенное видео но я надеюсь что все-таки мне остался жить не год больше и и я надеюсь что это все-таки не финальное видео не прощальное но так или иначе раз эта штука всплывал захотелось этому надо снять что нет а что касается этих заданий то как после того как ты написал себе список ты должен взять и начать делать в первую очередь то чем-то написал я тут себе что-то набросал и буду сейчас соответственно вам рассказывать смотрите кто такой я шамшурен мне 34 года 19 января 2019 год мне будет 35 лет я проделал достаточно большой путь если о себе говорить то за сколько-то там лет допустим 11 лет или больше я превратился из парня из колхоза хотя так и есть сейчас парень из колхоза я так уже нарисовался что я парень из колхоза но превратился в гламурного парня из колхоза вот я превратился в мотивационного спикера как я сам себя считаю тренера личностного роста и бла-бла-бла и же с ним который зарабатывает иногда больше 1 миллиона рублей в месяц хотя конечно все еще относительно меня понятно что нельзя сравнивать там с бэм или там не знаю с какими-то там еще чуваками с андреем парабеловым там еще с каким-то мужиками ну и вообще с какими-то моими знакомыми некоторые из которых зарабатывают и 7 миллионов рублей в месяц но так или иначе какое-то движение есть и как-то так и все на самом деле относительно ребят то есть что я чтобы я хотел вам по этому поводу сказать когда-то мне мой друг саша в тяжелые времена моей жизни говорил что вован у тебя будет обязательно такой день или месяц когда ты заработаешь денег больше чем зависит предыдущий год за всю предыдущую жизнь так у меня было и было не раз было несколько раз и для тех кто сейчас в каком-то отчаянии или у кого опустились руки ли почти опустились я хочу сказать что ребята не сдавайтесь гните свою линию и все равно рано или поздно что-то дострелит закон жизни он устроен так почему я говорю что тренер личностного роста и почему я мотивационный спикер потому что женщины ну это опять же всего лишь инструмент я никак не отношу себя к тем пикапером которые ну как бы все начиналось конечно же с пикапа но я быстро понял что такое пикап пикап это развитие это становиться лучше это вообще-то классное легкое общение самоощущение и постоянная работа над собой чтобы сегодня стать чуть круче чем вчера но не без принятия конечно как говорит оши почему и личностного роста потому что ребят я уже давно на своих тренингах рассказываю не столько даже о пикапе хотя все через пикап через соблазнение через знакомство через отношения столько о том как тебе стать лучше как перестать себя обманывать как начать двигаться к своим целям так просто женщины это лучший инструмент я считаю для абсолютного большинства мужчин это очень хорошая мотивашка то есть это реально мотивация которая вытаскивает даже какого-то мертвого овощи который уже ничего не хочет делать когда-то давно я пошел оказался здесь случайно то есть я познакомился с но об этом написано в моей книжке позиция сверху я познакомился с на чуваками которых я до этого не знал и они меня втянули в эту тему в эту тему и в этом я видел решение моих проблем потому что я был закомплексован и у меня была самооценка ниже плинтуса хотя и сейчас очень много катараганов и когда-то я пошел туда даже не ради женщины ради того чтобы избавиться своих панических атак еще какой-то херни который мешал мне жить то есть я думаю что клин клином вышибает я все же не хотел обрести любовь к себе и у меня я все же не хватало то есть только сейчас она начала как-то появляться это благодаря одному человеку который также случайно мистическим образом появился в моей жизни очень многие ребята которые приходят ко мне они могут быть успешными они могут сами сделать бизнес купить квартиру москве там без на машину то есть они могут быть крутыми чуваками в своем деле но они могут не любить себя то есть и когда я начинаю копать это я понимаю что огромное количество мужчин женщин тоже с недостатком любви и любови и вы просто практически никто не хочет копаться ковыряться не хочет себе в этом признавать то есть и ну как то так ну и смотрите ребята то есть для тех парней у которых есть в голове как какое-то говно какая-то каша то есть я недавно писал своем инстаграме хотя считаю что инстаграм это зло но так уж скажем происходит реалии жизни диктует то что мне нужно в нем все равно как-то продвигаться раскручивать свою страницу который нихрена не раскручена для того чтобы привлекать клиентов свой бизнес но для того чтобы популяризироваться но это жизнь слайф как говорится но я считаю инстаграм это говно это зло в которое лучше не смотреть потому что там вы смотрите и вы понимаете что кто-то живет очень крутой жизнью яркой классный может быть так и есть а может это все вранье и фейк как про меня какой-то тут товарищ написал что я каждый раз снимаю машину на прокат чтобы снять это видео но если ему так лучше то наверное чувак ты прав я снимаю на прокат вот и вы смотрите на эту красивую жизнь и думаете бля я короче здесь и вы испытываете боль и поэтому я считаю что в инстаграме вот в этом плане есть определенное зло ну и соответственно опять же о зле если вы еще не подписаны на мой канал в инстаграме аккаунта под этим видео есть ссылка подписывайтесь ребят ну я там буду под фотографиями выкладывать какие-то кусочки текста какие-то на мой взгляд мотивационные интересные вещи которых нет на канале вот и к чему я там один из моих крайних постов о том что вся вот эта херня неуверенность в себе страхи это нытье вся вот эта нелюбовь к себе все вот это вот какие-то блин барьеры зажимы недолюбливание себя все вот эти вот моменты негативные то есть это все не ты я хотел бы чтобы ты сейчас к этому прислушался и понял я недавно только в очередной раз об этом понял как бы и это был инсайд что такой инсайд это когда ты десять раз слышишь одно и тоже думаешь да да все вы правы классно но в какой-то момент это через тело впитываешь душ бля и осознаешь думаешь вот это реально так то есть как будто первый раз об этом услышал и у меня был инсайд что все мои слабости все мои барьеры ограничения страхи неуверенность неуверенность не любовь это все не я это не мое ребенок рождается и каждый из вас рождается идеальным сырым материалом маленьким куском мяса костей мозга волос не знаю там и так далее какой-то херни то есть которая она сама по себе идеально то есть это все не ваше и потом уже по мере взросления жизненного опыта воспитание вас вашими родителями социума давление окружения и так далее ситуации которые вы неправильно интерпретировали вы впитываете 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 все это говно все это неуверенность все это плохую самооценку все эти какие-то страхи и опасения все 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 это дерьмо но оно не ваше вы я хочу чтобы сейчас об этом задумались ребят что по факту реально это не ваше вы же могли впитать другое и у вас когда вы были маленьким не было выбора потому что вы не выбирали за вас выбирал жизнь или ваши родители еще кто-то но сейчас вашим вы должны понесли еще вы можете остановиться и выбрать сейчас у вас есть право выбора можете сказать что все вот это дерьмо но не мое она прилипла ко мне в течение моей жизни теперь я выбираю жить по-другому ощущать себя по-другому чувствовать себя по-другому и так далее это осознание очень сильно взбадривает и дает оптимизма по поводу денег хотел сказать вот что-то актуальная же тема у меня все же не было прям прям в прямом смысле слова невроз денег то есть я очень болезненно переживаю из бедной семьи конечно с голоду мы не пухли но было время что он как бы этом приходилось занимать на еду там папе с мамой и у меня какой-то глюк что вот все время такое очень повышенная значимость денег то есть я всю жизнь пытался да и сейчас пытаюсь куда-то выбраться на новый уровень по деньгам причем сейчас я все больше больше понимаю что чем больше ты расслабляешься чем больше ты доверяешь миру чем больше ты любишь себя тем больше все это легче приходит то есть никакой корреляции нет между усилиями прям вот в прямом смысле слова и деньгами то есть ты можешь работать на трех работах ни хрена не зарабатывать ты можешь сидеть за компом два часа в день не знаю зарабатывать миллионы рублей или долларов ну как мне кажется причем это даже не от вида деятельности зависит это зависит больше от того что у тебя в башке то есть того насколько ты напряжен там расслаблен насколько ты в это веришь тогда насколько ты себе разрешаешь очень много психотерапии и сейчас в своих тренингах я использую очень много глубокой психотерапии то есть не только женщинах еще раз и что хотел сказать про деньги эта тема которая сейчас очень актуальна особенно в том смысле что нам всем продают через тот же инстаграм интернет что нужно быть крутым богатым успешным навязывать не ваши ценности не факт что это ваша вообще не факт что вам это нужно и хочется значит смотрите мне меня часто спрашивают парни которые тут стажируются на тренера или просто хотят стать тренером или пишет куда-то чувак а как вообще можно ли заработать над тем чем ты занимаешься на том чем ты занимаешься как на этом заработать как скоро и тогда ребят я шел к этому 11 лет и сейчас у меня все в принципе очень такое скажем нестабильное да я могу заработать лям в месяц и иногда бывает даже легко иногда могу заработать гораздо меньше в два в три раза меньше то есть фиг знает иногда бывает нелегко что касается моего бизнеса я бы с трудом назвал сейчас то чем я занимаюсь бизнеса потому что это по большей части самозанятость есть я это все получается нет меня это все не получается проблема это это вообще сложная хрень то есть инфобизнес это такая штука что ты продаешь информацию то есть ты продаешь что чего не существует здесь есть определенный плюс плюс в том что это не лежит у тебя на складе это не портится это не занимает место это просто у тебя в голове или в интернете или где-то еще но здесь есть минус что если человек приходит за бутылкой водки в магазин сколько она стоит чем прикинуть что я не знаю я же тот еще алкашка не на я водку не бухая ребят могу крепкого выпить не водку допустим сколько 300 500 рублей человек прекрасно понимает что там заплатив эти 500 рублей он получится состояние алкогольного опьянения алкогольной абстиненции в дальнейшем а тренинги или информация как правило стоит сильно дороже и люди не понимают за что они плачут потому что вдруг они не знают что это такое с ними этого еще не происходило и они не знают а получится у них или нет то есть когда ты покупаешь бутылку водки ты нахуяришься гарантированно и у тебя это получится тут сомнений даже быть не может там не факт что улейские то сомнения вот и я хочу сказать о минусах инфобиза то есть вот в этом один из минусов но другой момент следующий что хотя на нем можно зарабатывать да то есть другой момент такой что в частности пикап вот в том понимании таком социально негативно настроенным это очень тяжелая тема сложная тема возможно это мои убеждения и я сейчас над этим работаю на как я думаю что это факт потому что рынок неосознан то есть 99 и девять десятых процентов мужчин им не помешало бы поучиться эффективным общение с женщинами то есть потому что они боятся женщин одним словом они боятся женщин во всех смыслах слова и боятся остаться без женщин боятся быть отвергнутыми женщинами боятся что не найдут себе женщину фрейд был прав то есть еще многое завязано на сексе ну и на отношениях в принципе да то есть на желании сближаться между половик но проблема в том что 90 процентов этих мужчин настолько боятся признать свою собственную слабость потому что они же все крутые у них же все они же все-таки охуенные как это так я скажу что у меня какие-то проблемы лучше я блин пойду домой перейдем 0 лягу спать не дай бог кто-то узнать что не крутой сильный мужчина то тот который способен признать свою слабость и необходимость какого-то развития если вы хотите научиться зарабатывать бабки вы идете к человеку которых уже зарабатывать логично если вы хотите научиться плавать высоко идете к тренеру по плаванию в чем проблема то же самое если есть какие-то люди у которых есть понимание как общаться с женщинами мужчинами если это женские какие-то нужно идти к ним то есть но при этом здесь есть очень большой таракан что как это так вдруг кто поймет что я типа лузер они думают что если у меня не все в порядке с женщинами значит я лузер и в этом косяк то есть очень большое есть возражение рынок неосознанной то есть люди не осознают что вообще им нужна эта херня как бы что им нужно и нужен этот продукт потому что вокруг тебя у всех все то же самое все также бегают за девками все также унижаются обламываются все всех также бросают все также женятся на стремных толстых истеричках там ну и каких-то еще которые потом говорят что ты никуда не пойдешь там сиди и дома я тебя не отпускала и люди думают что так и должно быть так не должно быть если бы у меня была таблетка которую я мог бы дать вам как в качестве тест-драйва чтобы вы ее проглотили и вы ровно час или там день чувствуете то что ощущая когда общаясь женщинами или мои лучшие ученики или кто-то еще вы бы охерели ребят потому что здесь реально проблема в том что вы не знаете как это вы сели в тачку прокатились поняли что на класс и захотели купить здесь нет такого то есть вот этот невидимый страх стена на страха она вас не пускает и вы не знаете как круто когда вы избавились от этих рамок и ограничений и и поэтому к сожалению мне этой таблетки нет поэтому я не могу дать вам в тест-драйв это ощущение и поэтому людям приходится людей приходится убеждать вот так ну на самом деле я смог за и на этом заработать какие-то деньги из плюсов я сейчас делаю еще несколько новых проектов правда очень медленно у меня что-то нихрена не получается как я хотел да все не так как я хотел и и я понимаю что все остальные правила какие-то бизнеса достаточно легко продавать реализовывать проводить проталкивать в жизнь относительно пикапа потому что пикап это такая школа тяжелых продаж себе нужно научиться эту услугу продавать но преодолевая огромное количество хреновых возражений если у тебя ломается машина ты не думаешь надо тебе чинить или нет ты просто думаешь бы надо надо быстрее раздобыть бабки идти ее чинить если у тебя болит зуб то ты идешь его лечишь в пикапе немножко мягко говоря немножко по-другому да кстати по поводу денег да еще то есть меня поражают и забавляют люди когда они узнают что мой тренинг не индивидуальный тренинг допустим там тут в том числе тренинг практика стоит 40 штук особенно если это люди какие-то из других городов то есть они начинают хотя прикол в том что 70 процентов ребят приезжает москву из других городов москвичей там не так много они начинают говорить о боже чё так дорого там и так далее дорого это у меня же зарплата в два раза меньше и так далее то есть они говорят что наша зарплата это не позволяет слушайте удивительная какая-то позиция я теперь вот все больше и больше понимаю не удивляюсь почему у нас в стране очень много бедных и неуспешных ребят мужчин потому что вы меряете жизнь своей зарплаты если в вашем городе как вы говорите больше двадцатки никто не зарабатывает или там тридцатки блять жизнь это не волнует жизни похуй честно говоря и миру похуй потому что есть бентли есть rolls-royce есть какой-то там эмирейтс там бизнес-класс который можно летать куда-то есть бали есть сейшелы и канары не знаю есть до хрена чего есть яхты самолеты есть ну и как бы жизни реально насрать на вашу зарплату то есть нужно не ваши потребности и возможности мерить вашей зарплаты нужно сначала захотеть чего-то очень такого глобального сильно отличающегося от того что вы можете позволить себе и потом уже думать как подогнать ваши доходы вашу зарплату потому что под то что вы хотите они наоборот типа у меня есть изначально какие-то условия какие-то рамки по зарплате я должен жить соответствии с этим так вы никогда не добьетесь ничего в жизни чтобы понимали индивидуалки стоит минимум там два с половиной раза дороже такая фигня смотрите сейчас я развиваю еще несколько проектов и похожие тематики и вообще не похожие тематики и я вот сделал тут и думал наверное в какой-то момент я надеюсь что в какой-то момент на этих проектах я буду зарабатывать суммарно больше чем на пикапе сейчас ну опять же на том чем я занимаюсь и я сам себе задавал вопрос а буду ли я заниматься этим я не знаю честно говоря сейчас такая ситуация что я очень устал я очень сильно устал заниматься тем чем я занимаюсь по нескольким причинам во первых потому что все равно 80 процентов в своей своих усилий я направляю на то чтобы привлечь клиентов расширить как-то масштабировать этот бизнес ну и только 20 процентов я занимаюсь непосредственно ведением тренингов мне это не нравится потому что ну я не хочу делать все хотя у меня есть какая-то команда все равно так или иначе я принимаю участие во всем в сфере инфобизнеса в сфере тренингов мне нравится вести тренинги мне нравится создавать контент все остальное не нравится вот так второй момент какой-то что я не хочу заниматься этим только ради денег потому что да это бизнес и так далее сейчас слава богу я могу себе позволить работать не так как раньше раньше мы брали всех даже людей которые мне лично были неприятные я вынужден убрать на индивидуалки и с ними как-то сдруживаться и так далее сейчас так не происходит и слава богу сейчас я могу себе позволить кому-то отказать и довольно таки какой-то периодичностью это дело я устал продвигать этот проект я устал не знаю я хочу какие-то сделать пассивные бизнеса ты но относительно пасим пассивного дохода полностью на не бывает если это не акции какие-нибудь в огромном количестве но так или иначе можно сделать какой-то почти пассивный доход с нескольких разных бизнесов кстати мне есть чего вам рассказать и про бизнес и так далее второе еще один момент да почему я немножко эту тему перерос потому что рассказывать людям как присунуть женщине но это не так интересно еще раз поэтому я сейчас своих тренингах все больше наверное делаю акцент на какой-то личностный рост на успех на деньги на бизнес на развитие и так далее потому что это намного важнее мне есть что рассказать вам мне реально есть что рассказать помимо женщин то есть из своей жизни какой-то из какого-то своего опыта ну как бы история такая я не знаю честно говоря я надеюсь что скоро я все-таки буду на своих других проектах зарабатывать больше денег и я правда не знаю буду ли я вести после этого эти тренинги или нет может да может нет я честно не знаю поэтому наверное если вы все-таки собираетесь на тренинг то вам наверно надо поторопиться да иногда люди звонят говорят я хочу в декабре я хочу в июне я хочу через год ребят не спрашивайте что будет через год я могу прогнозировать поскольку и постольку поскольку месяц вперед кстати по поводу ближайших мероприятий уже знаете да что 25 по 28 в москве у нас еще один поток тренинга практиков которым я буду лично вместе с вами управлять эти практические задания ну и соответственно будем вас вытаскивать я лично либо мои коллеги собеседую каждого потенциального участника чтобы понять что это нормальный чувак что он готов заряжен то есть я не буду работать с людьми которых приходится отрывать от столбов которые будут я не пойду мне страшно ребят ну страшно идите в жопу всем страшно приходите я вам помогу лично расслабьтесь нахер как бы и просто делайте то что я вам говорю тем более я буду рядом да сейчас вообще в принципе очень много изменилось то есть раньше было такое что да у меня была цель присунуть женщине как можно больше женщинам чаще то есть и я реально даже какой-то момент заболел это хернется я очень сложно избавлялся от зависимости от женщин я сейчас знаю несколько чуваков которые этим больные они если они за неделю двух и новых женщин не оттрахают то они испытывают депрессию потому что но это на самом деле дело не в женщинам женщина просто затычка какой-то пустоты внутри способ заткнуть дыру в нелюбви к себе то есть и когда я им об этом говорю они пока меня не понимают но я думаю скоро поймут сейчас у меня очень сильно поменялись ценности я я сторонник семьи крепких отношениях одной отношений одной единственной любимой женщины развитие успеха благополучия и так далее то есть обычные нормальные мужские человечки ценности не очень хочет чтобы наша страна стала нормальной возродился какой-то патриотизм не то что сейчас происходит сейчас наоборот все просрано я бы очень хотел чтобы наше правительство обратил внимание на помимо экономики чего-то еще на то что нужно поднимать моральный дух людей это чем было круто когда вот был чемпионат мира когда как-то люди все сплотились бы но очень классно здорово что на нас был и я бы очень хотел чтобы реально наше высшестоящее руководство занялось каким-то патриотическим нравственным культурным воспитанием молодежи потому что вроде бы официально это все делается но тут же с другой стороны это все губится вот по поводу женщин да ты сейчас наверное скажешь чувак а нашел ли ты свою да нашел у меня есть женщина постоянная моя женщина единственная женщина пожалуй ты вся информация которую я тебе о ней расскажу потому что ну это моя личная жизнь и у меня есть определенные принципы то есть моя личная жизнь всегда вот моей личной жизнью они знают только мы самые близкие люди а вот эта вся херня которая сейчас меня просто вымораживает когда люди в инстаграме выкладывать своих жен тёлок там подруг с голыми жопами сиськами в трусах не знаю то есть для того чтобы пиарить свой аккаунт или что там не знаю или для того чтобы показать смотрите какая у меня женщина значит я тоже крутой то есть это так так смешно и так по-детски так неуверенно в себе то есть мужчина который пытается выебнуться и подчеркнуть свой статус в кавычках тем какая с ним женщина причем полуголая не знаю меня к нему очень много вопросов ну хотя ребята как бы мир такой он требует вот этого то есть получается так что до люди хотят этого люди хотят мир сошел с ума сука люди хотят сисик писик и всего прочего сейчас каждый второй сука блогер каждый первый коуч тренер какой-то там то есть лишь бы сука не работать я понимаю что ты сейчас можешь подумать что ты чё а я чё я в свое время поработал то есть очень много где работал я работал руками работал на стройке еще раз если кто-то еще не знает кто ну как бы обо мне каких-то подробностей читайте мою книгу позиции сверху еще один момент очень скоро я надеюсь все таки через несколько месяцев выйдет еще одна моя следующая книжка намного более глубокая философская там будут абсолютно все задания тренингов конечно же да которые как показанная практика 90 процентов из вас нихера не смогут сделать самостоятельно потому что вам не хватает яиц но хотя я тоже слабый то есть но я слабый в чем-то другом и собственно говоря там будет очень такая глубокая информация по развитию по воспитанию себя перевоспитанию себя по развитию своей личности книжка которую бы я хотел написать для своего сына например вот и это очень не кстати плохо потому что насчет того что сейчас каждый второй блогер и там какой-то не знаю коучер и так далее потому что а кто будет работать ребят кто будет поднимать экономику то есть и делать не в этом ради бога хотите быть блогером потому что тем угодно но если вы сами решили вот так зарабатывать деньги поймите что в этом зарабатывать деньги только единицы и лучше наверное все таки имейте какой-то земной доход запасной вариант план б этом корзину какую-то этим занимайтесь свободными что вам нужно усвоить вы не сисястая писястая женщина с красивой жопой у которых там по 5 миллионов подписчиков я вообще не понимаю сейчас творится с миром то есть она выкладывать свою жопу каждый день в инстаграм на эту жопу подписываются люди ну наверное так и поскольку вы нет ни не девушки не сисястые не писястые поэтому вам наверное нужно быть реалистами ну либо пришить себе сиськи поехать в таиланд там там все сделают вот так чай еще дальше хотел сказать да по поводу денег чё еще сейчас я могу себе позволить я тут недавно сидел аэропорту очередной раз до вспоминал то время когда для меня в принципе летать на самолете было чем-то таким ну невероятным да то есть и все-таки чё бы там кто ни говорил я по большей части наверное несмотря на то что ко мне приходят иногда мужики очень не бедные вся моя наверное доктрина да то есть она для того чтобы какие-то не успешные небогатые скажем так не реализовавший свой там потенциал парни из маленьких городков из сельской местности как я в свое время то есть чтобы они как-то зарядились чтобы они как-то за начали двигаться потому что для кого-то да кто-то всю жизнь летает на самолетах ездит отдыхать там пользуется благами цивилизации для кого-то ну как для меня когда-то было нереально что я вообще на самолете куда-то речу я помню что я помню такую хрень как меня вообще женёк мой бывший клиент с индивидуалки позвал с ним в питер он поехал по работе мне купил билет и поехали со мной он снял мне там гостиницу охрененный номер там в пятаке я так собой гордился это было так круто что блин типа за меня платят клиенты просто чтобы я с ними потусил еще меня ребята возили там всякие там загран на командировки с собой да чтобы я с ними потусил то есть но это когда-то это было очень круто это меня вставляла мне нравилось что со мной постоянно кто-то в центре фотографируется готов привет я тебя узнал чувак это было очень классно потом это все немножко приелся и недавно я сидел в аэропорту да и думал пил вино то есть там какой-то еды заказал понимал что я даже не смотрю ни на цену ни на что то есть ну сижу и наслаждаю то есть делаю то что я хочу ем что я хочу я сижу в бизнес-зале и так далее то есть и я понимаю что так было не всегда но когда-то если бы не об этом рассказали я подумал бы бля вот это круто чувак а сейчас как-то спокойно к этому относятся чек ко всему привыкает то есть человек очень быстро обесценивает все что у него есть но по большей части человек не умеет быть благодарным я не умею быть благодарным я хочу научиться быть благодарным и я пытаюсь научиться этому надеюсь у меня все-таки это получится когда-то что очень важно это благодарность к миру за то что у тебя есть вот так дальше тут тут это главное да хотел сказать что главное чувствовать себя счастливым и не обманывать себя чем бы вы не занимались ну как бы нравится делать одно делайте одно нравится делать другое делайте другое нравится жить в одном месте живите там другом другое то есть меняйте если не нравится но самое главное ребят не обманывайте себя потому что мы все здохнем ну реально все MICHAEL то есть и кто то раньше кто то позже может завтра может послезавтра каждого из нас может завтра переехать камаз ты стада че терять поучается ребят то есть я вот сейчас глубоко изучаю тему страхов я хожу на психотерапию к и не кравченко то есть это вообще гуру просто гуру это богиня психотерапии и как бы то есть ну вот я изучаю эту тему почему мужчина боится знакомиться с женщиной почему мужчина боится сменить работу знакомиться с женщиной тебе девушка откажет то есть что будет мне откажешь мне будет я буду одинок и я буду одинок мне будет грустно мне будет грустно я заболею заболею обру то есть так или иначе все страхи связаны со страхом смерти ведут изначально к страху смерти я боюсь составить эту работу потому что не найду другую или вдруг на другой не получится или бизнес не получится не получится за счет не будет денег не будет денег типа чуть нечего будет жрать не еще будет жрать я боюсь переехать в другой большой город потому что там не знаю что будет что будет там меня могут убить там я может не получиться там не может не быть денег все так или иначе связано со страхом смерти ребят и как бы вам нужно понять одно вы все рано или поздно сдохните а кому-то кому же за 30 за 40 вообще поймите то что вам осталось херня и вам реально осталось нормальной адекватной жизни совсем чуть-чуть такой здоровый когда вам еще чего-то хочется и может поэтому вы можете дальше тянуть резину можете начать что-то меня записаться ко мне на тренинг опять же сменить работу начать заниматься спортом уехать куда вы хотите к морю ребята не бойтесь сдохнуть так вы хотя бы попробуйте вдруг получится и оставшуюся часть жизни вы проживете так как вам хочется иначе вы рискуете просто так и обманывать себя всю жизнь так и не получить то что вы хотите чё еще главное главное это родители главный это близкие люди радуйте своих родителей я честно говоря я боюсь что мои родители когда-то умрут потому что это опять же страх смерти но это неизбежно и когда-то это произойдет они уйдут из жизни у кого-то уже родителей нет это нормально но это это естественно это это неизбежно то есть и сейчас пока у меня есть возможность их радовать и потому что они слава богу живы здоровы у меня что-то как получается я стараюсь их возить на море что-то куда-то их там ну что-то покупать ну не знаю то есть так как я могу не обязательно финансово ребят радуйте их хоть как-то да то есть потому что родители это те люди которые вас всегда любят и принимают главное это ваши близкие главное это ваши друзья главное это внутренний покой есть люди у которых нет денег но они столько счастливы они реально счастливы а если у которых много денег я знаю тех и тех и есть люди которые дрочат себе голову из-за того что сапоги из италии за 60 тысяч рублей пришли не того размера не того цвета истерика пиздец трагедия не знаю то сделал вообще не в деньгах то есть главное внутренний покой если вам классно с удочкой я посреди время щекать стал старый ну так угораю над собой я осенью ездил объездил тут всю ленобласть просто брал удочку девушкой с другом один то есть когда как и просто ездил куда-то рыбачить со спиннингом ни хрена не поймал но блин такие клёвые места здесь есть и и на природе так спокойно так классно так хорошо то есть кстати по поводу того где брать психологическую энергию физическую энергию так все понятно да психологическую энергию ментальную энергию в моей новой книге будет об этом написано я там есть 14 пунктов того где брать наталью энергию как ее увеличивать и один из пунктов это соприкосновение с природой ребят что еще важно важно стрессоустойчивость то что я понял за это время за последнее время я считаю если меня спросить какое самое важное качество для мужчины то самое важное качество для мужчины это стрессоустойчивость стрессоустойчивость сука однозначно в россии это стрессоустойчивость ну и на территории бывшего снг понимать это как хотите я всю жизнь думал что я такой живчик что такое охуенный что я такой стрессоустойчивый пробивной и так далее на самом деле как оказалось как я сейчас за последние полгода себе понял охренеть все она абсолютно не так я такой же слабый как и вы такой же слабый задрочный своими тараканами капризные иногда беспомощный не стрессоустойчивый как и многие из вас да есть такие нормальные мужики прям тертые блин я вам по-хорошему завидую а мне приходится этому учиться всю жизнь особенно последнее время то есть ребята развивайте свою стрессоустойчивость развивайте ее самое главное ну как бы уметь признать это то есть я реально я в я вот сейчас если со стороны посмотреть может быть качья преувеличивая слаб как котенок я слаб по отношению к этому миру как бы я не умею выносить его реалии спокойно я сильно переживаю из каких-то вещей и над этим надо работать и вот чем больше я работаю в пикапе тем больше ну вот веду тренинги опять же еще раз ребят про пикап уже окончательно определимся коротко называют а словом пикап потому что я занимаюсь тем что я помогаю мужчинам а становиться лучше во всех отношениях то есть насколько я могу это сделать насколько мне кажется исходя из моего там более чем одиннадцатилетнего опыта я понимаю что очень много людей приходится таким количеством страхов люди всего боятся люди боятся умереть люди боятся быть бедными люди боятся что они будут одиноки люди боятся заболеть и заболеть или чего-то еще то есть люди всего боятся не бойтесь чуваки то есть не надо бояться кто-то думает что я там какой-то смелый да то есть не ни хрена не так как как сказал один тренер на одном из тренингов которые я когда-то массово ходил улучшая себя так что смело это не тот кто не боится тот кто боится и делает пожалуй вот это наверно вам надо запомнить так ну как то так не знаю ребят то есть смысл видео такой был я просто подумал чё бы я вам рассказал если бы мне осталось жить один день я бы снял такое видео и что-то вам сказал хочется как-то резюмировать еще раз давайте резюмируем ребят мы все когда-то сдохнем и это неизбежно поэтому а все страхи основаны на этом поэтому не надо бояться ребят пробуйте боитесь бойтесь следующего бойтесь просто просрать свою жизнь пустую прожить ее не так как хочется а ищите себя ищите свое я убежден что каждый человек абсолютно каждый человек кем бы он ни был как бы не выглядел я имею ввиду с мужчин то есть у него есть какое-то предназначение есть какой-то талант какие-то способности просто нужно а их найти они просто тупо идти работать менеджером либо идти работать менеджером параллельно искать себя и б нужно попытаться это реализовать и развить то есть каждый в чем-то талантлив каждый для чего-то родился поверьте мне у каждого есть какая-то миссия то есть важно найти свое причем о ценностях да то есть еще раз сейчас нам навязывают очень много ценностей таких которые может быть вам и не нужны ваши вам они могут быть чужды успешный успех деньги красивая жизнь тёлки сиськи письки дорогие тачки прочее 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 путешествие ну блять если вам это нравится да но вы призадумайтесь это точно ваше может вам это нахер не надо может вам надо просто жениться завести ребенка кота и построить домик и и не знаю ходить на рыбалку на раз в неделю берегите своих близких чуваки заботьтесь о себе потому что вы для себя самый близкий человек если вы будете в порядке ваше тело в порядке ваше здоровье в порядке то что-то последнее время я часто болею это наверное тоже связано с какими-то психологическими моментами я может быть бессознательно не хочу больше работать поэтому так случается что болеют ну плюс у меня работа такая я постоянно говорю и напрягаются связки это такая в этом плане нагрузочная на связке работ и надо себе заботиться потому что если с вами будет что-то не так как вы сможете позаботиться о своих близких хотите большего чуваки то есть хотите большего чем есть сейчас потому что ну кто хочет прям совсем большего хоть что-то да получит если вы хотите мелкого то последнее время кстати такая херня что я начал себя ловить на том что у меня тоже цели как бы по измельчали что-то я какой-то стал приземленные вот видимо столько старость нагрянула и и надо себя взбадривать надо себя останавливать так алё ты точно так малого хочешь то есть точно у тебя такие цели а где глобальная цель которая выходит за рамки всей твоей жизни и к этому надо все-таки стремиться над ее находите такой ориентир который позволит вам двигаться дальше не надейтесь на чудо парни перестаньте надеяться на чудо надейтесь только на себя вы только вы причина того что с вами происходит потому что так проще когда вы надеетесь на чудо чудо может не случиться вы расстроитесь суть такая что если чудо случится пусть она случится данного настраивать на бога надейся сам не плашай это наверное факт не надо жить в иллюзиях потому что я тот еще иллюзионист который в свое время жил в иллюзиях и понял что это неправильно ищите свой внутренний покой то есть свое до своей ориентиры свои смыслы жизни свои ценности свою любовь если вы где-то себя не любите или недолюбливаете занимайтесь этим ребят мужчина он на той мужчина чтобы работать над собой духовно ищите любовь ищите внутренний покой путешествуйте ну лично мне очень нравится путешествовать если вам не нравится может мы его нафиг мне очень нравится то что мир настолько огромный прикольный классный интересный что я первый раз на море поехал 26 почти 27 лет ну и как вы знаете я там победил в конкурсе пикапру и отправился туда атаку так бы я никогда не поехал и после этого очень сильно перевернулась моя жизнь я понял что может быть по-другому блин кстати вот недавно тоже таких мужиков много приходит пришел мужик на тренинг практика он ювелир у него там в каком-то городе свой бизнес он там сам это все делает у него плюс какие-то подчиненные и вот мы с ним так вот как бы ну о нем я понимаю что он забил на себя то есть он живет там работа дом работа дом что-то блин не знаю он на хреново выглядит то есть мы его приодели мы с ним решили как вообще с собой заниматься как выделять время на себя как надо съездить в путешествие отдохнуть то есть иногда нужно остановиться и понять я для чего живу что просто работать не знаю где моя женщина где почему я не могу пойти себе не знаю вылечить зубы или там сделать нормальную прическу купить хорошие шмотки записаться в нормальный спортзал сука хорошо питаться не знаю съездить на море погреть пузо пройти какой-то курс лечения если нужно то есть почему мы так забиваем на себя ребят это самое главное вы это самое главное ориентир каждый раз такой спрашивать а я хочу ли я этого если не хотите то не делайте ну как понятно что вы сейчас скажете о я не хочу ходить на работу а как же ну думайте ребят не хотите не ходить ищите работу на которой не надо будет ходить еще много чем могу и хочу вам рассказать но не знаю видоса так длинный получился смотрите и так по поводу информации такой скажем новостейный 25 октября 25 26 27 28 москва тренинг практика где вместе с вами буду делать ваши практические задания и упражнения и мои коллеги группа 20 человек больше не возьмем там осталось уже меньше половины мест вписывайтесь значит тренинг практика такой же будет в новосибирске я решил провести для ребят сибири которые так или иначе едут в москву или в питер учиться новосибирске все города в радиусе там 500 700 километров возле него я не помню что там какие там рядом города не знаю в этом плане географии 15 по 18 ноября будет тренинг практика в новосибирске все ссылки для записи они будут под этим видео ребят для своих значит ребята которые прошли мои тренинги недавно вообще когда-либо в частности два потока крайних которые прошли практику 24 октября целый день в москве мы будем заниматься разгоном то есть я хочу вас освежить вас взбодрить приподнять вас вытащить из обыденности и соответственно у меня для вас однодневный разгон с утра до вечера плюс разбор в конце тоже инфа под видео пишите оставляйте заявки ну и соответственно ребят подарок которые на котором я сказал в предыдущем видео который кстати снял в этот же день в этот же час в этот же момент под видео есть ссылка вы можете получить в подарок подарок за 999 рублей 990 он для вас все равно что-то должен стоить потому что иначе вы ни хрена его даже не откроете я сказать относительно того насколько эта информация дорогая это реально подарок подарок это первый день теории из нескольких видео которые я даю на своих индивидуалках и на своем тренинге практика полуторачасовой видос на котором ты сможешь узнать о чем будет этот тренинг практика чем будем на нем делать и соответственно полтора часа я буду рассказывать теорию такую философскую по отношению мужчин и женщин и про позицию сверху плюс также там есть курс кинестетика то есть семинар который я проводил в питере какое-то время назад то есть он тоже записан и он также там ты можешь его приобрести все ссылки под видео ребят сделайте такое задание что будет если мне осталось жить год месяц неделю день и начните делать то что вы там напишите это был шамшурин я рад что несмотря на кучу мудаков который пишет какой-то ересь у меня под видео там есть нормальные чуваки которые которых не много да но которые я думаю что уже чему-то научились и я очень искренне рад если я вам смог чем-то помочь вот пишите звоните это был шамшурин не болейте вот надеюсь это видео вот кто-то досмотрел прям до самого конца если кто-то досмотрел до самого конца то напишите в комментариях до самого конца или там я досмотрел до конца и мне будет очень приятно потому что я увижу что там есть ребята которые досмотрели от видос полностью прям напишите в комментариях я досмотрел до конца спасибо вам ребята дбор шамшурин пока пока